Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! Сейчас я предлагаю вам посмотреть несколько интересных сюжетов, которые рассказывают о микросферах. Но не сюжеты рассказывают, а главные герои. Это врачи, это доктора наук. Ну а теперь смотрите данный, составленный из сюжетов, видеоряд. Приятного просмотра! Ученые-физики из МГУ, СВИСФАКа, посмотрели, насколько удачна наша идея поймать это ИК-излучение и вернуть его в организм. Они показали физическими экспериментами, что действительно практически эти изделия, которые мы производим, они непроницаемы для ИК-излучения. Большая часть отражается назад. И если, естественно, это изделие завернуть в удобную форму, будь то подушка, матрас, обертка вокруг руки и ноги травмированной, мы можем получить, что организм излучает. И возвращается это излучение, уже скоррегированное вот этими самыми нашими изделиями, полами, которые представляют из себя керамические производные, ну, полых сфер. Оно возвращается в организм и выправляет те самые патологические процессы. Мы брали несколько групп пациентов. Одни у нас лежали на этих матрасах, другие не лежали. Электрокардиограммы, делали анализы крови, делали исследования реограммы сосудов головного мозга, то есть проводили сравнительные анализы. Во-первых, улучшилось кровообращение в головном мозгу, снизилось давление. То есть мы сейчас продолжаем использовать вот эти матрасы. У нас лежат пациенты на них уже несколько лет, условно. Не жестко, нет? Нет, не жестко. Это совершенно никакого, так сказать, неприятного ощущения не вызывает. Вот эти микросферы, эти исследования, они проводились и проводятся, и сейчас очень интенсивно. Я внимательно следую за литературой, и последнее исследование тоже просмотрел. Вот это отражение этих самых инфракрасного излучения, которое происходит в результате контакта тела биологического объекта с ними. Они, имея такую структуру, вот эти микрокапсулы, они аккумулируют это излучение, и они его конденсируют и усиливают. Я не знаю, проводились еще исследования у нас в центре реабилитации. Вот, и там очень много пациентов с радикулитами и с различными такими остеохондротическими болями в спине. Я сам буквально покорный, слуга, пользуясь этим матрасом на протяжении 4-5 лет, мне облик 70-х годов, я, как бы, считаю, приятный лечился от радикулитов. В областном кардиологическом центре главврач Игорь Эльгард отмечает, что микросферы зарекомендовали себя самым положительным образом. Нам предоставила фирма вот 25 комплектов этого, так сказать, оборудования, можно назвать это оборудование, это матрасы, подушки. Мы видим, что это хорошо, и это, будем говорить, очень и очень полезно. Отмечая положительный эффект использования, специалисты кардиоцентра говорят, что изделия являются альтернативным медигментозному видом лечения. Мы не только используем свои изделия, мы еще и рекомендуем и приобретаем для своих знакомых, друзей и родственников. Каждая моя сотрудница имеет не менее трех изделий. Мы дарили их на Новый год, они их используют, нам помогают. И если попросить сейчас девочек встать, каждый сидит на подушке-сидушке, так называемых просторечий, которые мы используем конкретно для себя. Варикозный шеян является крайне актуальным вопросом современной медицины. Это заболевание основно поражает наших прекрасных женщин. Одним из современных методов лечения является использование повязки для использования на нижней конечности, на голени, у больных с варикозной шеянью вен, варикозной болезнью и наличием хронической венозной недостаточности. В течение 45-ти дневного периода лечения данной повязки пациенты остались довольны. Отмечалась положительная динамика в виде уменьшения степени выраженности симптомов хронической венозной недостаточности. Это уменьшение тяжести нижней конечности по визуально-глажной шкале, боли в нижней конечности, а также уменьшение проявления судорог, которое особенно уменьшалось уже к 30-му дню использования этой повязки. Также по данным ультразвукового дуплектного сканирования тромботических осложнений в виде тромбофлеба, флеба, тромбозов не зарегистрировано осложнений. По данным опросника ЦИВИК-2 отмечалось улучшение показателей как физического здоровья, так же и психоэмоционального фона. В общем-то отмечалось положительное влияние на венозную гемодинамику и уменьшение в виде жалоб, использование повязки на голени. Скоро будет очень интересный сюжет. А сейчас для тех, кто уже пишет, что я хочу приобрести, где купить, скажу, что под этим видео с самого верха под восклицательным знаком красного цвета будет ссылка, как купить именно эти лечебные микросферы. А на втором месте, сверху, тоже под красным знаком восклицательным, будет ссылка на плейлист, где размещены все видео, их более десяти, вот по этим изделиям из микросфер. Посмотрите обязательно. Там уже и отзывы самих людей, кто пользовался месяц, два, год. Послушайте, что говорят люди. Непременно посмотрите. Продолжаю показывать важные сюжеты. Что собой представляют эти самые микросферы? Есть ли вообще лечебный эффект? Свыше двухсот видов этих микросфер, и в том числе медицинских микросфер, потому что они используются в самых различных сферах нашей деятельности, и в том числе военно-промышленного комплекса, в области медицины, в области бытовых различных шампуней, кремов и так далее, и так далее. Но наши микросферы отличаются следующим, что они особо чистые, то есть у них нет никаких примесей, о чем говорят санитарные сертификаты, вредных примесей. Это натриево-боросиликатные микросферы. И само название уже говорит о составе этих микросфер. И это просто стеклянные шарики. Только очень мелкие? Да, только очень маленькие. Как они делаются в производстве? Их выливают стеклом, затем это стекло взрывают при определенной температуре, и это стекло взрывается естественным путем вот эти шарики разного диаметра, 20 до 200 нанометров. То есть когда вы открываете пузырек, они буквально вылетают, как будто пар. То есть до такой степени они маленькие. Но мало того, что они маленькие, они еще пустые внутри. То есть как будто мыльные пузыри. И они белоснежные. То есть когда вы видите этот порошок, это необыкновенной красоты. В пузыречке болтаешь, и как будто молоко переливается. Я видел, я даже трогал на производстве. Вот, и когда трогают и переливаются, люди сразу говорят, что я хочу на этом спать, лежать, применять, потому что это очень красиво и кинестетически очень эстетичный приятный. Я мгновенное ощущение могу добавить, что я трогал. То есть кто-то говорит, это похоже на пудру. Это не на пудру, не на муку, вообще ни на что не похоже. Причем совершенно безвредно, поскольку используют в косметической промышленности. А в космической деятельности человека использовались? Да, в 70-х годах. И мне повезло, буквально в мае месяце прошлого года, ко мне приехала врач из Узбекистана. И когда она увидела эти изделия, она говорит, да знаю я эти изделия. У меня мама пользовалась в 70-е годы подушкой, а папа ездил на сидушки на мотоцикле. Я говорю, как? Папа на мотоцикле, а мама спала. Она говорит, ну да, они на Байконуре, моя мама врач, работала. Их используют для восстановления летчиков, космонавтов и так далее. А потом второй случай просто вообще потрясающий. То есть мне с Женей какие-то уникальные случаи. Все время еду в поезде и просто встречаю человека, моего ровесника, которому уже под 70. И я ему что-то начала микросферку, он говорит, что-то болит у него. Я говорю, во, есть. А он говорит, да знаю я, откуда. Ну я думала, он что-то уже знает о наших изделиях. Он говорит, нет, я в армии служил в 70-х годах, в спецвойсках в Африке. И он говорит, угадайте, Светлана, за сколько зажило мое колено, простреленное насквозь? Я говорю, ну две недели. Он говорит, нет, третий день я уже был в строю. Нам даже лекции читали о микросферах. И нас лечили микросферами. Все раны, ожоги и так далее и тому подобное. Вот такой еще случай. И еще один случай. Я встретила директора завода в Самаре, который сказал, пришел купить. Говорит, ой-ой-ой, я это хочу. Я говорю, а что у вас такое? Он тоже мой ровесник. Он говорит, 15 лет назад у меня в руках взорвался бензин. И я в клинической смерти у меня была. И меня на ночь положили 45% ожога. До кости сгорела рука и нога. Лицо было месиво. Сидит передо мной совершенно с гладким лицом человек. Показывает мне руки, вообще никаких следов ожога. Я говорю, ну и как? Он говорит, я одну ночь всего лишь лежала на ожоговых, которые есть в реабилитационных центрах всей нашей страны и так далее. Вот я лежала одну ночь. И на утро, когда меня положили в палату, я вдохновил всех. Там был мужчина, который обожжено лицо, кислотой, не хотел жить. Мы занимались этим достаточно долго. И уже более чем три года у нас эти матрасы используются в дневном стационаре Тверского кардиологического диспансера областного. Ну и мы проводили исследования, результаты которого мы, собственно говоря, и были обнародованы. В принципе, не то, что какие-то побочные эффекты, побочных эффектов не было. Но представьте себе, что это ведь соединение кремния, это совершенно индифферентное ко всяким, инертное совершенно вещество, оно не может. Другое дело, что там речь шла о том, что они могут как бы испаряться. Но то, из чего изготовлены матрасы, они практически не допускают разрывов ткани. Это ткань такая, которая практически не поддается никакому воздействию. Да, там специальное покрытие. Специальное покрытие, да. И мы использовали эти матрасы, и сейчас продолжаем использовать их. Фирма нам это выделила где-то 30 матрасов, и они лежат спокойно себе на кроватях, где лечатся наши больные. Я вам скажу, что по результатам исследований у нас были результаты вполне обнадеживающие. Я не говорю о том, что это была монотерапия, то есть эти матрасы и подушки, они, естественно, использовались при лечении стандартными препаратами. Но лечение достигалось, я бы сказал, некоторым образом быстрее. А в некоторых случаях даже вообще вот, я хочу сказать, что такие случаи, как застарелый радикулит, или такие заболевания, как ишиз, короче говоря, они... Ишемическая болезнь сердца. Нет, ишемическая болезнь сердца здесь не совсем напрямую. Здесь мы пока воздержимся делать какие-то заключения. А вот по заболеваниям опорно-двигательного аппарата, там вполне реальные результаты. И я могу сказать по себе, что я использую где-то больше трех лет этот матрас, как бы, да, избавился от радикулита. Я не знаю, совпало это или нет, но мне кажется, что это именно потому произошло, потому что я уже мне 69-й год, и я, как говорится, последние годы, после 60-ти страдал тяжело, но сейчас, последние годы, он у меня как-то не звучит. То же самое у меня. Да, абсолютно надо сказать, что не бывает каких-то уникальных средств, которые используются как монотерапия. Не бывает панацеи, что называется. Да, конечно. Уникальные средства – это и есть панацея. Но это как бы надуманные вещи. Определенную патологию лечится, как правило, даже не одним лекарственным средством, а группой комплексного лекарственного средства. Также используется физиотерапевтическое лечение как дополнение, другие виды лечения. Так вот, мы тоже не используем это исследование как монотерапию. Всеми рекомендациями показаны для лечения венозной патологии венотонические препараты и компрессионной терапии. Все это используют пациенты. Но они еще используют повязки для домашнего использования. Они же не могут в этих повязках на улице ходить. Понимаете? Для домашнего использования по несколько часов в день ходить. И они отмечали, что положительный эффект в виде уменьшения и таких жалоб по венозной патологии, как судороги уменьшались, тяжесть в ноге уменьшалась. В комплексе лечения это хорошее средство, как мета-изделие использования. Я бы хотела добавить к вашим словам по поводу судорог. У нас на работе две сотрудницы, обе были беременные. И обе мучились судорогами ног. То есть при таком положении не могли принимать никаких препаратов. И наши именно повязки помогли и одной, и другой девочке в этом случае. Самое первое изделие, на которое мы получили сертификат, это были подушки, потом матрасы. То есть не сразу мы на все получили. Практически проходил год для того, чтобы мы получили разрешение. Хотя в них одно и то же. Я вас прерву, потом продолжу снова звоночек. Слушаю вас. Да, слушаю вас. Здравствуйте. Сейчас вас по Туэскому проспекту региону. И мне очень интересно, можно ли сочетать применение микросфер с традиционными видами лечения? Спасибо. Вот, наверное, человек не стал, но сначала включил. Давайте еще раз ему ответим. Пожалуйста. Андрей Юрьевич. Конечно, не можно, а нужно. Нужно. Для каждого нозологии, в общем-то, существуют рекомендации. Российские, европейские. И назначаются как раз основные группы препаратов. А микросферное лечение, так скажем, оно близко к физиотерапевтическим. Оно идет как дополнение к основной терапии, основной базовой терапии, которая показана при любой нозологии, которая здесь участвует. И это неврологическая патология, и венозная патология. Они должны получать основную базовую терапию обязательно. То есть, само по себе, если у человека проблема варикоз, мало просто купить изделие яйцо. Нет, понимаете... Врачу нужен все равно. Обязательно. Врачи – это основоположник. Осмотр врача – это обязательно. И базовая терапия абсолютно необходима. И это как дополнение к базовой основной терапии. И так же касаемо лечения артериальной гипертонии, чем мы занимаемся в условиях гневного стационара, ишемической болезни сердца, ну и последствия инфаркта, миокарда. Безусловно, все это воздействие микросфер – это поддержка лечению основному. Иногда эта поддержка очень существенная. Я могу вот вам тоже такой же, как бы продолжить тему курортного лечения. В курортном лечении, ведь вы сами знаете, что процентов 30-40 помогает безусловно очень хорошо. Минеральные воды какие-то есть? Минеральные воды или грязи, или это самое, какие-то йодобромные там и прочее. Или даже нофталан. Но остальные без всякого эффекта бывают. Бывают вообще даже ухудшения. Здесь ухудшения мы пока не замечали, может быть, еще недостаточно много мы исследовали, но в любом случае какому-то количеству пациентов помогает безусловно очень хорошо. Как вот случается с Светлановым мужем, очевидно. И с братом. Может быть, может быть, может быть, да. Но на самом деле вот не факт, что каждому из тех, кто пользует эти изделия, это может помочь. Это реально, это наша жизнь. То есть не нужно иметь сверх ожидания. Если можно, добавлю Игоря Абрамовича данные. Ну, здесь оказывает влияние еще влияние на вегетативную нервную систему. Это огромное влияние и на такой, так скажем, психоневрологический статус пациента. И это особенно вот при матрасе, которые взаимосвязаны с грубой неврологической патологией, и свинозной патологией влияние вот на такого плана. Вот здесь такое не прямое влияние, оно многогранное. Вот мы как-то, да, вот сначала говорили о том, что это физиопроцедура, и о том, что это излучение, которое, так сказать, выделяет человеческий организм, сам человек, оно возвращается к нему же, то есть оно удваивается. Да, то есть сто процентов. Вот, поэтому здесь какие процессы... Но эта тема, она еще подлежит изучению, я больше чем уверен, что она ждет своих исследователей. Но мы только начинаем это все, это не так просто. Биоэнергетика человека – это одно из нерешенных вопросов и требует дальнейшего изучения. Мы изучали только некоторые аспекты. Некоторые аспекты. Вот у нас изучалось влияние, например, на психи, психоэмоциональный статус, влияние на жалобы. Какие результаты, расскажите. Пациенты отмечали, что у них отмечались... На что жалуются изначально? Стабилизация какая. Стабилизация, да. Что у них было не то, что у них... Настроение улучшается. Депрессия, да? Да, улучшалось. Боле, улучшение. Но это, конечно, Светлана больше скажет. Это вот я расскажу, потому что психология... Собственно, из-за чего я вообще этим занялась? Поскольку я не врач, и меня мало интересовало, что вены у мужа прошли. Ну, прошли-прошли. Прекрасно. Десна перестали кривоточить. Ну, ради бога. Ну, лысина заросла. Ну, почернели волосы. Ну, ладно. Помолодел лет на 30. Но самое было другое, важное, поскольку я с ним прожила уже скоро будет 50 лет вместе, он стал очень с возрастом от того, что вот ноги болели. Ну, понимаете, очень тяжелый характер. А после того, как он стал спать на подушке, у него стал добрый, хороший характер. И то же самое у моего брата после инфаркта обширного. У него 10-сантиметровый участок, 8% проходимости. Два стенда уже стояло. Два года его готовили к операции. Он был злой, живот вырос огромный, но это было ужасное что-то. И я подарила, чтобы он стал добрее. В результате он полгода поспал на подушке, ему отменили операцию. Короче, у него полностью этот участок исчез. Но я все-таки хотел бы подчеркнуть, что, безусловно, то, что вреда от этих изделий никакого не может быть, это совершенно абсолютно точно. То, что это в некоторых случаях положительный эффект приводит, и причем довольно часто это тоже, безусловно, это зафиксировано. Я говорю, что изделия соответствуют инструкции, что они содержат именно капсулы, и никакое отрицательное воздействие они не оказывают. Да, и они еще нуждаются в изучении, безусловно. Ну что ж, дорогие товарищи, вот вы и посмотрели данное видео, где были и не то что мнения, а просто данные врачей и ученых. Скажу лишь в завершении этого видео, что всю данную продукцию и эти повязки на ноги против варикоза, и подушки, и прочие изделия натуральные, именно те самые из производства. Вы можете приобрести у нас на нашем сайте nadgard.ru, переходите на него, ссылки будут прямо в описании под этим видео, и в любой город страны, и любой город любой страны мира мы вам эти изделия вышлем. Собственно говоря, и все. До новых встреч!